Удивительный, удивительный гость, мега заслуженный человек, двукратный бронзовый прайзер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, чемпион Европы по прыжкам в воду Глеб Гальпедер. Привет, Женя. Как настроение? Прекрасно, прекрасно. Российский Вин Дизель, я бы так сказал. Как часто говорят, что вы на него похожи? Бывает, но, собственно, когда я делаю прическу модную, то говорят. Я, честно говоря, болею с детства, ЦСКА вообще рожден в этом клубе, можно сказать. Поэтому уверен, что ЦСКА сегодня победит. Страшно прыгать с 10-метровой вышки? Честно сказать? Честно? Очень. Вот так сделать? Ну, это, кстати, не самая лучшая попытка. Ну, конечно, да. Это, можно сказать, даже провальная. Это провальный вопрос. Можете ли вы оценить прыжки баскетболистов по шкале, которая есть в ваших соревнованиях? Мы вам сейчас покажем, а вы оцените. Сколько бальная система у нас? Ну, 10-ти. 10-ти бальная. Вот это какой прыжок вот был? Особенно блок. Блок очень хороший, прыжок, но я думаю, где-то семерка. Семерка. Я просто недавно смотрел НБА, да, и фильм недавно пересмотрел с Майклом Джорданом. Ну, там, конечно, вот это уже ближе, я думаю, ближе девятки. Прекрасный полет. Да, какая координация. Достаточно далеко от корзины. Раскрылся в воздухе. Да, и очень красиво. А вот этот? Отлично. От нашего грузинского легионера. С двух ног. Практически без разбега. Да. Но я ставлю 9 баллов. Я жду десятку, жду десятку. Возможно, вот это десяточка? Вот это десять. С уверенным, я бы сказал, входом в воду, но здесь бросок в кольцо прям. Уилл Клайбер получает десятку. Только что гели занимать второе место. Передадим ребятам после игры. Кого мы вам покажем на экране? И назовете ли вы имя этого человека? Кто слева, кто справа? Кто баскетболист из них? Я думаю, справа баскетболист. Слева баскетболист? Слева. Конечно. Так. Десяточку он получил. Уилл Клайбер. Клайбер. Неделя высокой моды. Или неделя высокой моды, да, судя по надписи на ковке. Наверное, справа баскетболист. Майк Джеймс. Это наш Майк Джеймс, действительно. Теторник и Шенгелия. Так зарылся, да, только что мы его прямо обсуждали. Да-да-да, вон он стоит за нашей спиной, совершенно верно. Легенда. Я хотел бы сказать мирового рока. Но я бы скажу так, рока СНГ уж точно. Сергей Галанин и его сын Тимофей Галанин. Баскетбол – это самый лучший вид спорта, как мне кажется, в плане эмоций. И в плане доступности. В плане доступности, потому что ты можешь загородом. Вот сейчас началась загородная жизнь. Я вообще завидую тем, кто у себя уже сделал вот эти спортивные площадки, кто разминается. Вот я думаю, что мы нашу спортивную площадочку увеличим по размеру. Обязательно поставим кольцо. Потому что вот на старой нашей, у нас там есть такая старенькая, небольшая, но очень уютная летняя дача. Там всегда висело баскетбольное кольцо. Здесь мы пока еще, так сказать, вот это вот не приспособили. Надо исправиться. А надо, конечно. Один немножечко отворачивается, второй смотрит на наш подсмотровый экран, там появляются слова. И пытается, если даже слова эти, может быть, там в теории могут незнакомы, но я так понимаю, что у Тимофею вряд ли уже там будут незнакомые слова. Это я лох. А вот это что такое? Что это такое? Следующее слово, сразу давайте. Это было Леук. Короче, когда игрок бежит, бежит, а другой говорит, ты мимо меня не пройдешь. Это блокшот. О, ничего себе, получилось. Смотрим, чтобы не подглядывал. И погнали. Ну это то, на чем ты играешь. Гитара. Так, ну тут вообще отлично. Какой бывает мягкий? Мягкий. У голоса бывает мягкий. Хриплый. Нет, мягкий. Что бывает у голоса? То тембр. Есть. Новые альбомы, новые песни. И будете ли вы играть на своих концертах? Ребят, я сегодня вообще весь в таком жестком фейтноте. Я готовлю к выпуску, ну минимум два, а если удастся, то четыре пластинки. Поэтому следите за информацией, как говорится. Но не забывайте про свое здоровье. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Да здравствует баскетбол. О, спорт, ты мир. Команда ЦСКА по кибербаскетболу. Алексей Логинов, Вячеслав Кодоров. Что такое команда по кибербаскетболу? Что такое команда по кибербаскетболу? Мы все понимаем. Да, это за нашей спиной разминаются. Это 15 человек в заявке на сезон. Они играют. Как обстоит ситуация у вас? Сколько у вас человек? Потому что баскетбол, это один. Я играю против компьютера. Не один. У нас играет 7 человек, 5 человек в основе и 2 человека на замене. 7 человек у нас заявлено. И вот то же самое, в принципе, что и в реальном баскетболе. Только не на площадке здесь, а в виртуальном баскетболе. Помогает ли при этом знание настоящего баскетбола? Конечно, помогает. Да, потому что я в прошлом являюсь воспитанником ЦСКА. И когда я пришел только в киберспорт по баскетболу, знания баскетбола мне очень помогли. В любом случае, тактика должна находиться. И баскетбольные навыки мне очень помогают в виртуальном баскетболе. У нас плейбук есть. Мы обсуждаем его. Мы его сами придумываем, его сами дорабатываем. А что придумывать? Вот все за нашей спиной есть. Сейчас посмотрите, срисуете. Да, мы можем собраться. Я капитан команды, я собрал ребят. И я очень рад, что мы собрались. Я рад, что в этом направлении все идет. И то, что киберспорт именно баскетбольный начинает развиваться. Я очень рад этому. И в принципе, предложения были от разных команд. Но я кроме как ЦСКА никуда не собирался, потому что это мой родной клуб. И я только собираюсь играть здесь. Алексей, ты самый результативный игрок? Ну, на данный момент, да. И поскольку в среднем набираешь? Среднее пока еще не выявлено число, но в последнюю игру набрал 107 очков. 107 очков набрал. Один человек 186-3. Если кто-нибудь когда-нибудь будет играть в такой матч в реальной жизни, мне кажется, тот, кто набрал 3 очка, может просто закончить баскетболом совсем. Это киберкоманда ЦСКА по баскетболу, по кибербаскетболу.